Ассаляму алейкум. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Целый ряд из вас, из читателей канала, попросили более-менее разъяснить вот каждые шести пунктов, которые являются антикризисными мерами в период данного кризиса, коронавируса, чтобы они могли лучше их использовать в своем бизнесе. Поэтому я решил сделать небольшое видео-аудио в отношении вот этих шести пунктов и разъяснить по каждому из этих пунктов. Значит, начинаем. Когда мы говорим о пересмотре ассортиментной политики и стимулировании продаж, мы здесь, конечно же, имеем в виду то, что любой бизнес, любая экономика, в конце концов, сводится к продажам. То есть, если не будет продаж, то кому нужны оптимизации расходов? Кому нужна сокращение расходов, например? Никакой пользы они не принесут. Сколько мы не боролись с кредиторами нашими и так далее. Если не будет, в конце концов, у нас продаж, то у нас не будет бизнеса. Потому что целью любого бизнеса является продать. То есть продать услугу, продать товар, продать, чтобы не было, самое главное, чтобы это не несло людям пользу. Именно поэтому я начал с пересмотра ассортиментной политики. То есть мы должны реально оценивать спрос сегодня, какой у нас спрос, что в результате данного коронавируса, как это повлияло на наш спрос, как он изменился. То есть для этого мы должны анализировать каждую позицию. Например, мы уже три месяца внутри данного кризиса, мы можем четко и ясно понять, какие позиции продаются хорошо, какие позиции очень плохо продаются, какие позиции нам нужно покупать, какие нам не нужно покупать. Значит, что будет, если мы сократим цену на 5-10%, как вырастут продажи, какая рентабельность продаж. То есть мы должны полностью заняться именно продажей. Соответственно, у нас могут быть магазины, например, 50% товаров, мы в них закопали наши деньги, но они практически не продаются. Мы анализируем это или нет, например, у нас могут быть товары, на самом деле на них спрос есть, но у них нет в достаточном количестве. То есть мы сейчас должны максимально, первое, заняться оптимизацией нашей ассортиментной политики, то есть ассортиментной линейки товаров, которые мы продаем. Второе, это мы должны стимулировать продажи. Что значит стимуляция продаж? Естественно, мы должны думать креативно, думать, мыслить творчески. Каким образом мы можем как минимум сократить спад продаж, вот этот период, учитывая все сложности с продажами, либо как мы можем их повысить. Конечно, повысить, наверное, будет для большинства отраслей практически нереально, но сократить спад, это конкретно можно сделать. То есть есть понятие программ лояльности, например. Мы можем проводить скидки, можем проводить акции. Эти акции, естественно, должны быть, мы должны детально продумывать, какими акции могут быть, чтобы они были эффективными, да, например. Мы должны реально менять ценовую политику. То есть то, что мы раньше продавали, например, за 10 рублей, наверняка мы не сможем продавать уже за 10 рублей. Людей упало покупательская способность, да. Поэтому мы должны изменить как наши цены, так и кредитную политику. Что значит кредитная политика? Например, если мы продаем товары в долг, например, да, то нам нужно быть более гибкими с точки зрения, там, хороших клиентов, да, которых есть зарекомендовавшие себя клиенты, с хорошей историей, наши длительные давние клиенты, да. Им дать более, значит, более хорошие условия, да, чтобы они больше покупали у нас, ну и так далее. Это отдельная тема сама по себе, но я просто хочу сказать, что сконцентрируйте свое внимание на двух вещах, что касается продажи. Это первое, это ассортиментная линейка ваша, да, то есть какие товары вы продаете, да. И второе, это, конечно же, стимуляция продаж, да, максимально, максимально. И здесь нужно быть эффективным, да, то есть та реклама, которую мы обычно делаем, она может быть далеко уже неэффективной сегодня, да. То есть мы должны входить в партнерство с компанией, мы должны понимать, вот наша реклама, она доходит до нашей аудитории, да, нашей таргет-аудитории или не доходит. То есть первое, конечно, это мы начинаем с продаж. Самое главное, это фокус на продажах, как их увеличить и как увеличить их рентабельность и эффективность продаж, да. Второе, это, естественно, сокращать расходы, да. Почему это важно? Потому что если мы находимся в ситуации, когда продажи у нас падают, а расходы у нас растут, да, по отношению к продажам, это очень тяжелая ситуация, это очень опасная ситуация для бизнеса. Почему это может быть? Потому что расходы, они у нас делятся, грубо говоря, на две категории, да, то есть расходы, которые фиксированные расходы и те, которые переменные расходы, да, то есть что такое фиксированные расходы? Ну, в любой компании мы найдем две такие статьи практически. Это заработная плата сотрудников, а второе, это аренда, например, да, то есть в обычном, значит, в обычном производственном цикле или годовом периоде, да, у нас даже при спаде продаж мы не увольняем сотрудников, да, потому что, ну, потому что найти заново сотрудника, нанять его обратно, когда продажи пойдут вверх, это намного сложнее. Они это дорого очень, например, занимают время и можем потерять очень многое, уволив людей из-за незначительного спада в продажах или временного спада в продажах. Поэтому эти расходы являются постоянными. Однако, однако, вот этот коронный кризис, да, коронный вирус, нам и перед нами, как предприниматели, поставил очень серьезную задачу. Мы должны найти реально-реально креативные способы, и об этом, кстати, я описал в канале, какие можно найти способы, когда мы можем сократить, фактически, да, базу, базу заработной платы при сокращении у нас продаж, да, то есть есть целый ряд механизмов, которые можно использовать для того, чтобы сократить наши расходы. Поэтому самым главным сейчас является что? Превратить фиксированные расходы, то есть постоянные расходы в переменные расходы. То же самое по аренде мы можем, у нас есть сейчас сила договариваться с арендаторами, да, в отношении того, чтобы смягчить нам условия. Почему? Потому что проблема сейчас у всех, они должны понимать это. Поэтому должны максимально стараться сокращать расходы, вот, и что делать? И превращать постоянные расходы в переменные расходы. Для любого бизнеса, да, он должен обязательно вести учет, он должен анализировать свои расходы. Мы можем сделать, мы можем вести постатейный, мы должны вести постатейный анализ расходов. Вот, вы должны анализировать линейку наших расходов, понять, какие расходы для нас сейчас критически важны, какие для нас не критически важны. Отказаться от всех тех, вот той жировой плац расходов, которая у нас была раньше, да, до кризиса. Мы должны здесь фокусироваться конкретно на расходах. Мы не должны допускать существенного роста расходов при сокращении выручки. Мы здесь сейчас говорим об оптимизации расходов. Первое, мы поговорили о продажах, второе, мы говорим о расходах. Мы выпрямляем свою финансовую позицию, финансовое состояние. Нам реально нужно улучшить здоровье. Сегодня, в период коронавируса, нам нужно улучшить наше финансовое здоровье. Значит, третий момент, это то, что я называю реструктуризацией дебиторской и кредиторской задолженности. Здесь очень большая проблема может быть, когда у нас, скажем, дебиторка, мы даем деньги в долг, товар в долг, по 30 дней, например, или под 45 дней, скажем. Люди нам платят, или клиенты нам наши платят через 45 дней, тогда как, например, мы должны платить нашим поставщикам через 30 дней. Так вот, здесь получается большой, очень большой разрыв, например, да, то есть к нам деньги поступают через 45 дней, а мы должны заплатить деньги через 30 дней, да, и это приводит к кассовым разрывам. Это очень серьезная проблема, особенно сегодня, тем более, учитывая, что далеко не все наши дебиторы будут нам платить вовремя, да, то есть даже в эти 45 дней они не будут укладываться. Кто-то потерял бизнес, кто-то вообще не может платить, и нам не будут платить, тогда как от нас ожидается, что мы будем платить по всем нашим счетам. Именно поэтому мы должны быть очень-очень осторожны с точки зрения того, что либо мы должны убедиться в том, что срок нашей дебиторки, то есть когда нам платят деньги, он меньше, чем то, как мы платим нашим поставщикам, да, и таким образом мы фактически финансируем себя за счет наших кредиторов, да, либо, как минимум, мы должны убедиться в том, что эти сроки совпадают, более-менее совпадают. Почему? Потому что это очень важно, чтобы не оказаться в той ситуации, когда у нас физически не осталось денег для оплаты наших кредиторов, для оплаты государства, для оплаты по заработной плате и так далее, да, то есть когда мы не в состоянии платить по своим счетам. Поэтому нам нужно очень серьезно заняться, значит, со своими дебиторами, да, то есть максимально-максимально, то есть физически работать с нашими клиентами, чтобы ускорить платежи с их стороны. Мы должны также работать с нашими поставщиками. Почему? Потому что это кризис, мы должны дать им понять, ребята, слушайте, мы у вас покупаем, это уже большое дело, это уже большое дело. У нас реальные сложности, да, у вас, если мы вам давали до этого 45 дней, например, чтобы оплатить, давайте мы с вами договоримся на 60 дней, мы не можем физически просто, да, поэтому, но здесь очень важна одна вещь, здесь очень важно то, что, значит, соответственно, мы не должны впадать в ситуацию, когда из-за того, что мы просрочили оплату по нашим поставкам, нам будут завтра выставляться пени, штрафы и так далее. То есть здесь контрактники, те люди, которые работают с контрактами, с договорами, с финансовой аналитикой, они должны очень четко понимать и знать условия наших договоров, да, вот, кстати, я еще один пункт сейчас вот пока говорил о поставщиках, вспомнил, что мы должны обязательно, вот конкретно сейчас мы должны обязательно в продажах ориентироваться на потребности рынка. Почему? Потому что вот мы знаем, что если до этого кризиса люди покупали, скажем, то, что называется luxury, люди покупали там те вещи, у которых была, скажем, вот intangible, да, то, что называется, то есть какая-то ценностная настройка, да, хотя у нее не было функциональности, но была ценностная, то есть как бы прослойка такая, которая создает нам восприятие ценности, да, то есть нематериальная часть актива, то есть мы за это готовы были переплачивать за хороший ремонт, за красивую подачу и так далее. Теперь все это сходит на нет, людей реально интересуются те вещи, которые являются их потребностями, их интересует реально функционал, они уже не готовы менять каждые полгода свои телефоны, каждые полгода менять свой гардероб и так далее, поэтому здесь мы должны ориентироваться на потребности рынка, мы должны конкретно понимать, что хочет рынок именно сегодня, что хочет рынок. Они должны сходить из той позиции, что хотел рынок еще три месяца тому назад, да, поэтому неконкурентоспособный ассортимент, он может убить ваши продажи, ваши продажи могут убить весь бизнес, как бы вы ни старались экономить свои расходы, поэтому вот еще один пункт, да, поэтому следующее, значит, что я хотел сказать, это повысить, значит, эффективность управления денежными потоками. Это мой пятый пункт, значит, что такое повысить эффективность управления денежными потоками? Это контроль оплаты дебиторки, как я уже сказал, да, у нас есть, что такое контроль оплаты дебиторки, да, у вас кто-то должен конкретно в компании, в вашем бизнесе, вы должны конкретно понимать, когда вам должны платить покупатели, да. Если они вам не платят, вы должны с ними начать работать, да, если нужно подавать на них суды, работать с ними, брать на них, значит, залоги, то есть максимально больше не отгружать им, скажем, вот у вас есть дебиторки, то есть у вас есть покупатели, которые вам не могут заплатить за текущие товары, вы не должны им отгружать новую продукцию, как бы вам этого не хотелось, например, да, если у вас есть покупатели, которые находятся в очень тяжелом положении, вы не должны им давать вообще отсрочку, это очень важно, вы можете сейчас думать о том, чтобы увеличить продажи, На самом деле, все это может окончиться тем, что вы потеряете свой товар, просто потеряете, вы лишитесь и товара, и денег. Поэтому, опять-таки, каждая из этих тем, это вообще, в принципе, отдельная тема. Я помогал бизнесменам, я помогал по каждой позиции предпринимателям, но я коротко останавливаюсь. Здесь, опять-таки, то же самое кредиторка максимально, оттягивайте кредиторку максимально, но не допускайте возникновения штрафов, чтобы они вам не говорили, что у вас будут штрафы, либо чтобы они вам не повышали цену за то, что они увеличивают вам сроки, соответственно. Для чего все это делается? Чтобы не допустить кассовых разрывов. Что еще делается для того, чтобы не допустить кассовый разрыв? Что такое кассовый разрыв, когда вы не можете платить по своим счетам, у вас просто физически денег нет. Что нужно сделать? Вы должны ввести платеж на календарь, вы должны делать прогнозы, вы должны делать бюджеты, это, к сожалению, многие наши предприниматели не делают, и в этом наша большая проблема. Например, вы знаете, что на следующей неделе вы должны сделать 40 платежей по 40 разным направлениям, например, налоги, заработная плата, поставщики, электроэнергия и так далее и там подобное, например. Услуги какие-то. Значит, вы должны сказать конкретно, какие платежи я просто обязан сделать, если их не сделают, касается моего бизнеса. То есть мой бизнес может дальше остановиться и так далее. То есть либо ко мне придут какие-то серьезные штрафы, либо на меня подадут в суд. То есть вы должны приоритизировать их, вы должны заплатить в первую очередь. Какие платежи вы можете оттянуть, какие платежи в принципе можете пока отложить. Вот. Поэтому это очень важно и это поможет вам конкретно поддерживать вашу платежеспособность. Почему? Потому что вы будете знать, что я обязан заплатить, вот что бы ни было я должен это сделать, да, чтобы мой бизнес дальше существовал, чтобы у меня не было ни штрафа, ни пеней, ну и так далее, как я уже сказал. Да, и какие платежи можно отсрочить, да. Вот. И последний пункт это приостановить все эти, скажем так, инвестиции, которые не приносят конкретно сегодня дохода, потому что сегодня задача выжить, сегодня задача не развиться, ну кроме, как скажем, есть агрегаторы, например, которые делают очень хорошие деньги, компании по доставке, ну и целый ряд других компаний. Но в принципе бизнес очень сильно страдает, да. Поэтому если вы начали какой-то там ремонт, затеяли, да, например, да, там, ремонт абсолютно, скажем, который вводит в ваш магазин, например, на совсем другой уровень и так далее, это нужно остановить, например, да. Если вы делаете, скажем, хотите открыть новую точку, например, да, работаете над этим, это тоже нужно остановить, вы сейчас должны фокусироваться на вашей текущей точке, да, например. Если вы покупаете спецоборудование или хотите купить, да, скажем, для, значит, расширения бизнеса, опять-таки, если это не является абсолютной необходимостью остановить это дело, да, например. То есть сейчас фактически что должно быть вашим фокусом, это, по крайней мере, поддержание продаж или рост продаж, или нет пущения серьезного спада продаж, да, я вот все эти параметры говорю, потому что каждый из них, у вас, у каждого может быть разная ситуация, да, и максимальное сокращение расходов, то есть опять-таки расходов, которые не влияют на торможение бизнеса, да, то есть максимальное, я скажу, не сокращение, а оптимизация расходов. То есть вот эти две вещи у вас должны быть сейчас в приоритете в вашем фокусе. Ну и последнее, конечно, вот то, о чем я не писал, это обязательно вы, как предприниматель, как бизнесмен, должна анализировать, оценивать, изучать, какие поблажки, какие льготы, какие преференции дает государство, и максимально пользоваться этими льготами. Это очень коротко о тех мерах, которые вы можете, каждый бизнесмен может, как бы предпринять для того, чтобы, соответственно, не допустить уничтожение бизнеса, не допустить фактически потери бизнеса, и не допустить того, что вы, работая столько лет, соответственно, этот кризис станет для вас убийцей, да. Нет, он должен стать для вас, на самом деле, полностью пересмотром вашего мышления, того, как вы относитесь к бизнесу, да. Может быть, это будет, на самом деле, очень хорошим толчком для понимания того, каким должен быть бизнес, да, какие могут быть реальные, да. Что вот эти, скажем, то, что Black Swans, да, и какие-то неприятные сюрпризы постоянно нас ожидают, да. И то, что даже коронавирус далеко не является последним из этих сюрпризов, и будет теперь чаще, они будут больше, и они будут еще жестче и жестче. Поэтому мы, как предприниматели, должны научиться выживать, как вот тараканы выживают при любой ситуации, да. Вот и мы тоже должны этому учиться. Спасибо большое всем.